Доброе утро. Доброе утро. Действительно, я тоже очень рада, что начинаю эту неделю вместе с вами. И правильно сказали, что очень здорово начинать именно с физических нагрузок. Потому что наш мозг – это такой же орган, как и любая другая мышца. Его надо тренировать и сначала очень хорошо сделать зарядку, насытить его кислородом и дальше уже включиться в работу. Включаемся? Включаемся, да. Что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем делать упражнения. Единственное, я хотела бы начать с разминки. Точно так же, как мы начинаем физические зарядку с разминки, точно так же мы начнем с разминки и нашу сегодняшнюю тренировку. И хочу отметить, что тренировки интеллекта необходимо делать регулярно. Потому что точно так же, как если зарядку сделать один раз в жизни, не будет от нее эффекта. Если даже ее делать один раз в месяц, эффекта будет очень мало. Поэтому тренировать интеллект нужно регулярно. И я очень рада, что я часто бываю здесь и мы вместе с нашими гостями это делаем. Итак, с чего мы начнем? Да, первое, я попрошу вас, Галина, взять две ручки в руки, и сегодня мы с вами начнем с разминки, берите листочек, да, и начнем включать наши два полушария, у нас есть правая и левая, как мы это знаем, да, и наша гениальность, наше творчество, креативность зависит от мышь полушарийных связей, мне нравится, как вы это делаете, да, с ручками мы можем делать разные манипуляции, просто возьмите две руки по одной. Так, я же чекаю, что на меня, и что вы выглядели для меня. Сейчас я попрошу вас писать сначала правой рукой, напишите любое слово, например, давайте напишем понедельник, правая рука. Ничего особенного, ни, чтобы, например, правая рука, понедельник. Отлично, а теперь левой рукой утро. Ух ты, тогда я в инший биг пишу. Попробуйте, да. Ничего особенного. Что мы делаем, когда мы делаем непривычные действия, да, отлично, ранок получился у нас. Что мы делаем, мы включаем новые связи в нашем мозге, да, то есть он начинает включаться, у него возникает такой какой-то дисбаланс, ой, я делаю что-то новое. Не просто, тут, если я понедельник написала не думая, то есть тут я замыслюсь, куда повернуть букву, как ее написать. Все верно, отлично. Следующий шаг, давайте мы сейчас напишем двумя руками слово, ну давайте, креатив. Креатив, две руки, пишет одно и то же слово. Оксану, понедельник, вчера были выходные, что вы за мной робите? Да, 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 пробуем. Креатив, грязь, боки, че однаково. Да, из середины зеркально пишем. Я расскажу большой секрет, как это делать легко. То есть вы смотрите, как пишет правая рука, включаются зеркальные нейроны. А я так и люблю, честно кажете. Да, правильно пишет левая рука каким-то волшебным образом. Получилось, да? Кто знает что. Отлично, сначала получалось идеально. Супер, для того, чтобы это получалось у нас лучше, давайте мы с вами активизируем. Давайте покажем, что вышло. Так, можно подивиться. Дивиться. Я молодец? Супер. Кто молодец? Я молодец. Огонь. Так, далее. Отлично. Для того, чтобы это получалось у нас лучше, давайте положим ручки и выполним что? Активизируем наши аккунктурные точки. Их у нас несколько. Первая точка берем между бровями и делаем такой вот массаж. Мы так на йоге. Да, вот как на йоге. Занятие с йогой. Занятие с йогой, оно очень полезно для как раз мозга, потому что дыхательные упражнения, они крайне необходимы. Супер. Теперь двумя руками. Точки на висках. Концентруемость. Спокойно, да, вот сделали просто, немножечко так вот помассировали. 30 секунд, да? Да, да, где-то так, даже меньше. Ну, сейчас меньше, а вообще да, даже минуту. Здесь вот под носом и точка на подбородке. За что вы повидаете эти точки? Эти точки активируют как раз вот именно работу мозга. Смотрите, тут же у нас есть еще уши, тоже мы делаем массажик, да, но вы уже смотрите, Галина, как делать или нет. Вообще на ухе у нас все точки абсолютно отвечающие за все органы нашего тела. И хотела бы еще вот попросить вас сделать упражнение, да, то есть на шее, как насосико мы вот так вот делаем, видите, поднимаем. Накачиваем мозг. Накачиваем, да, вот прям вот спокойненько вот так вот делаем. Все. Можем считать, что наш мозг мы включили. Как чувствуется, да, такое какое-то легкое уже движение, да, в мозгу? Ажгудэ. Ажгудэ, супер, все отлично. Мы сделали разминку руками, мы сделали разминку аккомпунктурных точек и сейчас мы уже приступим непосредственно к нашему упражнению. Упражнение, которое мы будем сегодня применять, оно называется, да, гениальная скрепка, да. Очень простое упражнение, оно часто используется, это тренировка дивергентного мышления. Мы будем находить как можно больше вариантов использования этой скрепки. Будем это делать на время. Я думаю, что очень важлива эта вправа. Вот я на своем досвиде переконалась, хотя я не знала, что это вправо из развития интеллекта, так же в житті вошло, когда мы пошли в поход, вперше в житті я пошла в туристичный поход, горами Криму, с коллегами-туристами на тот час. И сколько было вражений саме тому, что доводилось шукать несподівані выходи, несподіваніших, найнестандартнейших для меня, міської девчонки на тот час, ситуаций. Якісь предмети доводилось використовувати зовсім по-іншому. Подруга загубила ложку, як їй довелося їсти під час семиденного походу, хто б тільки бачив, тому що ніхто свою ложку, треба розуміти, що туристи свою ложку нікому не дадуть, бо вони залишаться без обіду. А обіду один раз на день. Отже, знаходилось безліч ситуаций, в які ми потрапляли. Міські, власне, юнаки, дівчата, в яких ніколи не бували, знаходили вихід. І зараз цей досвід мені дуже допомагає. Я ніколи намагаюся не втрачати здоровий глост, не впадати в паніку, а розумію, що вихід обов'язково є. Супер! Отлично, Галин. Действительно, мало того, що в бытовому, да, в такому вот бытових ситуаціях це допомагає, це дуже допомагає на роботі, да, коли нам дають якісь задачи. Іх дуже здорово, коли ти можеш знайти нестандартне рішення. Тобто цінність такого сотрудника повищається в рази. Якщо говорити о підприємателях, то це якраз найголовніше, наверное, таке качіство, яке треба знаходити, тому що підприємателям що? Ми називали це тоді в поході туристична смікавка. В мені на роботі я без неї просто, як без рук. Постійно знаходиться якісь, ну, якісь тупікові ситуації, з яких обов'язково знаходиться маленький, але простий вихід. Супер! Ну що, приступимо, Галин. Давайте, беремо ручку і записуємо варіанты використання скріпки. Прямо перший по порядку. Причем генерируємо быстро. Смотрите, це то же саме упражнення, як ми робимо в тренажерному залі. Зараз ми быстро накидуємо, що можна з нею зробити? Сколою допомогу? Прекраса. Прекраса. Ещё? Прекраса заколка. Заколка. Ещё? Заколка. Тоді дизайнерський якийсь хід. Є. У мене в одне в голові. Дизайнерський. Тоді, що можна, можна як булавку використовувати, булавка, як голка. Як бізнес-ідія можем? Звичайно, як бізнес-ідія можем. Можна, людина школи колись використала як бізнес-ідія. Наприклад, можна зробити, наприклад, дерево мечты, зробити якийсь креативний дизайн. Ми, предположимо, тут в студії. І кожен гость приходить і вешає свою мечту или свою цель на эту скрепку. Що я колись із скрепок зробила штору. Штору можна зробити. Можна штору, кстати, цепляти, якщо потерялись ці штучки. Можна на скрепці. Ми тоді робили багато хто робили штори з таких довідових канцелярських приладжів. Листівки різали і робили ось такі штори на кухні. Давайте тепер задавати питання. А якщо вона буде з пенопласта? Ого-го. Ну, тоді можна використовувати, коли в коробках викладають різні корисні і коштовні речі. І ось так викладати її в якусь форму і ще й закріплювати ці речі. А якщо вона буде два міста робити в длину? Можна як лавки робити на Соборній, на головній вулиці. Дуже красиво. І ще можна клумбу робити. Клумбу. Можна прикрашати місто. І можна ще робити ось такі загородки не бетонні, щоб машини не їздили. Для пішоходів можна сходи. Ні, сходи не можна. Розвалити. Розвалити. Ну, тоді може не з пенопласта, а з чогось іншого? Можна металері робити з загородки десь. Або можна зупинку зробити у вигляді скріпки. А якщо не з шоколада? З'їсти. З'їсти. Ілі що? Украсити торт, зробити конфетки. Якийсь креативний дизайн, якщо зробити її в формі жиле. Тобто, дивіться, варіантов багато. Коли у нас закінчуються варіанты обычного стандартного использування, просто скріпки, які ми беремо, ми починаємо фантазувати. І фантазірує, у нас генерирується різні ідеї. Записуємо в течіні 2-х минут. Ми пишем, 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 пишем ідеї. Потім останавливаємся. Що робимо? Считаємо. Коє кількість ідеї у нас получилась. Після цього упражнення необхідно зробити дихательне упражнення. Тобто, физическую нагрузку покрутити головою, шею, подышати. Глубокий вдох і в 4 рази медленні выдохи. І як йоговське дихання, дышим животом. Це дуже важливо. Тобто, ми включилися, ми немножечко подумали, потренировалися. Тепер беремо следующий предмет і робимо то же саме. Тобто, я сейчас рассказываю примерно, як це происходит, для того, щоб вже чоловік розумів. А в следующий раз, ми можемо взяти, наприклад, як використовувати кроссовок. Следом, через перерыв, сделали зарядку. Як використовувати кроссовок і то же саме накидываем. Разні-разні варианты. І смотрим, що варіантов у нас буде вже більше. Тобто, це таке упражнення, яке можна робити в групі, можна робити самому. В групі краще робити. У нас інтелектуальні тренування проходять 2 рази в неделю. І ми тренуємо різні качества. Одна із п'яти видів тренування, у нас якраз креативність. І якщо посмотреть динамику на протяжі, наприклад, місяців, 2-3, то люди починають генерувати просто, вони дивляться своїм можливостям і фонтанірованню ідей. Це добре. Тобто, ми зараз, перший шаг, ми зробили розминку. Второй, ми вже зробили перше упражнення. І третий шаг, нам треба все-таки зробити таке упражнення, яке називається «7 шляп». Ну, вот у нас появилась какая-то идея. Предположим, ми хотим сделать скамейки в виде, да, там, вот, ну, интересная идея, пенопласта или, да, вот, разный какой-то парк и скрепки в скамейке. Что нам нужно сделать с нашей идеей дальше? Мы берем 6 шляп разных цветов, да, ну, чтобы это было проще, берем цвета радуги, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот у нас первая шляпа красная. Красная – это троллинг, да, такой злая, такой вот, ну, что могут, что можно такого, вот, смешно, ну, едкого сказать в адрес этой идеи. Да у нас развалится, ця лавка. Да ну, какой дурак это делает, что уже у них дерева нет, да, или, ну, кому-то пришла идея в голову, да, то есть, и мы начинаем троллить, вот, троллим. Еще какие мы можем, да, там, вот, такие, ну, уже совсем… Дети же их разрисуют, разломают, да, то есть, она рассыплется. Раскрощается, рассыплется, да. Да, что ни было. Как мы можем ответить на этот троллинг? А если сделать пенопласт не из пенопласта, да, который рассыпается, а какой-то материал типа цемента, ну, просто, ну, просто в виде пенопласта, да, то есть, все, мы исправили эту идею. Следующий, да, это эмоции, да, какие эмоции может вызвать эта скамейка? Положительные, отрицательные, любые, да, то есть, вот эта идея, какие эмоции она вызывает? Какие-то позитивные радости от появы, но осторожность от того, что она не зручна, або какая-то крихка, что можно бояться на ней сести. Отлично. Следующее преимущество, то есть, в чем будет преимущество? Якщо дитина побежит у дитячого майданчику, впадает и ударится, то вона не забьется. Не забьется, супер, вообще, отлично. Что еще? Во-первых, это разные варианты для игр. Была просто скамейка, да, стала какая-то, да, уже такая площадка, на которой, во-первых, если их несколько поставить скамеек, да, там можно прям целую игру придумать. Преимущество. Теперь недостатки. Недостатки неудобно, да, вот узкое, если, да, вот так ее поставить, как ее перевернуть тогда в виде скрепки, да, можно сделать ее, как бы, объемную, да, то есть, вот этот недостаток, как мы можем убрать. Ну, так. Так, есть. Шукаем у выхода. Все, да, то есть, вот мы нашли следующее. Какие уже идеи теперь у нас появились? Что теперь с этим мы можем сделать? Ну, можно лабиринт сбудовать. Разных цветов можно сделать, да, можно засадить цветами, да, какими-то. Разные кольеры и резние размеры. Можно делать мастер-классы, даже приглашать, например, группу студентов и давать им задание. Вот вам эта, эта, эта площадка, да, придумайте, что с этим можно сделать. Да, уже какая-то идея для того, чтобы включить, во-первых, творчество, да, каких-то там групп студентов, можно сделать мероприятия, соревнования, да, там, кто лучше это сделает. Плюс уже облагораживать город, да, то есть, вот. Ну, случайно. Следующая шляпа, это, да, чего не хватает. И, до речи, недорого. Опять же, да, недорого. Тут можно, ну, много чего придумать. И вообще можно сделать 3D-принтеры, которые будут печатать эти скамейки, да, из специального материала, и это будет тоже очень интересно. Выкупить на город, который будет, да, вот такие вот вещи делать. То есть, уже, вот, пожалуйста, проект городским властям. Дальше. Чего не хватает, да, то есть, вот, синий цвет, ну, в общем, не буду, да, не называли, мы пропустили цвета, но, в принципе, это понятно, да, вот по шляпам, мы в каждую шляпу кладем такие вот мысли. Что у нас теперь, чего не хватает? Давайте подумаем, чего не хватает этой идеи. Ну, хотелось, как, мабуть, парасольку над лавкой, чтобы солнце не светило. Супер, вообще круто, вообще отлично. Так, парасольку, можно, чтобы она раскрывалась, скрывалась, что? А вот недостаток, а в нашем городе вообще нормально это будет? Чем достаток эти парасольки? Ну, поставить видеокамеру, чтобы люди не ломались. Ага, и видеокамеру вместе с парасолькой заберут. Ну, тут надо подумать, да, тут так быстро не возьмешь. Хорошо, и последняя шляпа фиолетовая – это конкретные действия. Что нужно сделать для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь? Дальше мы накидываем план. Что могу сделать я, да, с кем мне можно пообщаться, хочу ли я это делать, и такие вот дальше шаги. Какой бюджет, возможно, и где его можно взять, кого привлечь, кому это может быть интересно, как организоваться, и дальше уже осуществить этот проект. Все очень просто. По Кроково иду же просто. Да, все очень просто. Дальше расписать по задачам, назначить ответственных. Дальше уже, да, идет конкретное выполнение. Идти и отдыхать. Идти и отдыхать. Все супер. Вот где-то так примерно выполняются такие упражнения. Дальше оно дает легкое ощущение, ну, во-первых, что ты напрягся, и второе ощущение радости, да, что ты что-то создал, что ты что-то создал, да. Вот это ощущение, оно действительно очень сильно наполняет человека, потому что каждый из нас творец. Ну что, мы с вами провели понеделок, ранок, принаймні 10 хвилин ранку понеделку, и с помощью, и не только для себя, а и для наших глядачей. Я думаю, что они не только сегодня, а уже и завтра, и в другие дни будут пользоваться такими важными порадами, которые поможут им находить выход из любых ситуаций. Дякую, Оксана. Субтитры подогнал «Симон»!